Доброе утро! Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброго прекрасного дня! Сегодня мы продолжаем изучать Тору, как каждое утро. С утра надо наполниться Божественным Светом и узнать у Всевышнего, что же делать, что же делать, как жить. Как жить. Сегодня у нас последний день Хануки. Восьмой день Хануки. Это тоже праздник света. Праздник именно Божественного Света. Как раз в этот день в Хануку, да, в восемь свечей, это максимальный свет такой. Очень такой важный праздник, который каждый год. Самое, обратите внимание, сегодня у нас какое число? Сегодня у нас 17 декабря. Обычно Ханука выпадает на самое темное время года, когда ночь самая длинная, а день самый короткий. То есть такое прям темнота-темнота. Говорят, что первый раз Хануку праздновал Адам Решон, первый человек. Он видел, что мир, как бы день становится короче, 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 да, ночь такая, длинная ночь. И он думал, что мир исчезает. И потом мир начал подниматься обратно, да, день начал увеличиваться, и он обрадовался. Есть какая-то связь между этими событиями? Хорошо. Значит, мы продолжаем изучать мудрость царя Соломона, мудрейшего из людей. Царь Шломой – это сын царя Давида, пророк, который построил первый Иерусалимский храм. Это было место связи с Богом, усиления, усиление вот этого божественного света, максимальное в этом мире. И он сам был такой присоединенный к духовной реальности, то есть он получал знания прямо из духовного мира. От Бога, от Создателя Мироздания, от Творца Мироздания. И он был к нему прям, знаете, у него была точка доступа такая. И он дальше через этот Wi-Fi, он распространял это знание. И до нас дошли три его книги. И вот мы сейчас изучаем одну из них, Мишли, притчи. Значит, мы уже находимся в 28-й главе. И сегодня у нас, значит, сегодня у нас 18-й отрывок 28-й главы, в котором царь Соломо нам говорит следующую вещь. Говорит он нам так. Олех Тамим Ивашея Венея Каш Драхим Иполь Бейхат. Дословно это переводится так. Олех Тамим, тот, кто идет непорочно. Тамим это вот просто, непорочно, просто, да? Тот, кто идет просто, будет спасен. Венея Каш Драхим, тот, кто искривляет свои пути, тот, кто петляет. Иполь Бейхат, он упадет на одном. Дословно переводится, упадет на одном. Значит, что имеется в виду? Вот, когда используется слово Драхим, значит, используется следующая вещь. Есть у каждого человека, человек же ходит вообще по жизни, руководимый своими качествами характера. Например, например, есть человек, он быстрый, да? То есть, он, его по жизни ведет быстрота, он быстро решает. Он такой энергичный, быстрый, давай, давай, все. Другой человек, он ленивый. Получается, что его по жизни ведет его лень. Он тут не доделал, там не доделал, тут проспал, здесь проспал. Вот это его качество. Например, быстрый, ленивый. Есть другая, например, давайте посмотрим. Есть человек гордый такой, да? Гордый, уверенный, а есть скромный. Значит, гордо, уверенный, он всегда. Кто на хлеб завод? Я. Кто сможет? Я. Кто сможет? Я. Он все время у него я. Его, его гордость ведет по жизни, и куда-то она его приводит. Другой, скромный. Кто это может? Не, у меня, наверное, не получится. А это кто может? Да не, ну кто, только не я. Понятно, да? То есть получается, что есть качество характера, которые ведут человека по жизни. Или возьмем еще, например, один жадный, он все время все хочет сэкономить, сэкономить. Я недавно разговаривал с одной своей клиенткой, и вот мы разговаривали о бизнесе, о стратегии развития бизнеса. И она говорит, вот ты знаешь, говорит, я теперь поняла свой тормоз основной, да? Я, говорит, для того, чтобы сэкономить на бензине, поехала по гололеду на Тесле с летней резиной. И получается, что я из-за того, что я поехала на Тесле, ну, электрическая, с летней резиной, я чуть не разбилась вообще насмерть. Но хотелось экономить. Понятная идея, да? Есть люди, которые смотрят на мир сквозь призму экономности, да? Экономность, переходящая в жадность. Есть люди, которые, наоборот, расточительные. На, всем бери, пожалуйста, все, что у меня есть, забирай, все твое. Теперь в итоге, в итоге, что мы видим? Что есть две крайности. А кто такой олехтамим? Кто такой идущий непорочно? Это тот, кто идет по золотой середине. Есть такое понятие, как золотая середина. Не ленивый, но и не слишком быстрый. Не слишком уверенный, но и не слишком скромный. То есть человек, который, у него, его качества, они уравновешены такой. Золотая середина. Это идеал. Теперь, но, если это идеал, то тогда что? Тогда, давайте, чтобы не висло, надо, я отключу тогда комментарий, и не будет виснуть. Вот сейчас выключить комментарий. И виснуть не будет. Все. Значит, я надеюсь, что виснуть не будет. Теперь, значит, смотрите, еще одна вещь, еще одну я сделаю штуку. Ладно, все. Надеюсь, что виснуть не будет, особенно если никто больше не пользуется интернетом. Все. Теперь смотрите. Значит, но, но, еще есть одно очень важное качество. Есть, например, человек, он, у него золотая середина. Он и не слишком скромный, и не слишком гордый. Но он знает, в какой момент надо включить скромность, а в какой момент надо включить уверенность и гордость. То есть это идеальный вариант. Когда у человека качества уравновешенные, и он при этом знает, в какой момент включать крайности. Понятно, да? То есть, например, например, человек, который слишком скромный, он упустит возможности. Но который слишком гордый, он где-то обломается. Умный человек, он нормальный и знает, в какой момент сказать я могу, а в какой момент сказать извините, только без меня. Понятная идея, да? Теперь тот, кто идет, вот, Олех Тамим и Ваше, он будет спасен. Тот, кто вот такой, он будет спасен из любой ситуации. А тот, который Венэкаш Драхим, тот, у кого кривы, кто петляет, он обязательно упадет в какую-то ситуацию, он обязательно упадет и сломается. Теперь, как исправлять себя? Исправлять себя очень сложно. То есть, человеку очень сложно работать над собой. Качество характера, это то, что сформировалось у человека в детстве. Человек, он как запрограммирован, да, на какие-то качества, темперамент. Теперь, для того, чтобы изменить себя, нужно, ну, огромная работа. Это самая тяжелая вещь, работать над собой, над своими качествами. Но, без этого рассчитывать на новые результаты невозможно. То есть, человека формируют общество, среда, примерно до 20 лет. Потом, большинство людей после 20 лет, уже они по жизни идут как поезд по рельсам. Все, у них никаких изменений не будет. 99% людей. И только 1, 2, 3, 5% людей, которые меняют себя, которые развиваются, которые убирают свои недостатки, которые создают у себя новые возможности, они, для них, рост и прогресс бесконечен. Просто бесконечен, для них все доступно. Понятно, да? Все. Теперь дальше. Дальше 19 отрывок. Царь Соломон объясняет, как это работает в жизни. Он объясняет, такую дает иллюстрацию. Поэтому это называется притча, что он на понятных примерах объяснял вещи глубокие и, ну, именно структуру мироздания. Но он ее объяснял не теоретически, а на практических примерах. А я стараюсь эти практические примеры, которые были 3000 лет назад всем понятны, с помощью мудрецов, которые эти 3000 лет передавали традицию, перевести на нам понятные примеры. Смотрите. В 19 отрывок говорит царь Соломон. Овет адмато изба лехем, умерадев рейтим изба риш. Значит, он говорит так. Обрабатывающий землю, тот, кто работает на земле, изба лехем, он насытится хлебом. Умерадев рейтим, а тот, кто гонится за пустотой, изба риш, он насытится бедностью. Значит, как это работает? Смотрите. Вот есть у человека его поле. И здесь можно взять метафору. То есть, раньше было понятно, чем люди занимались. Или ты пастух, или ты земледелец, или ты ремесленник. Все, три варианта. Или ты в армии, и ты воюешь для того, чтобы этих всех защищать. Ты на службе у царя. Есть цари нападающие, которые грабители, которые забирают. Есть цари, защищающие свой народ, которые со своего народа получают. На эти деньги содержат армию и защищают от других захватчиков, от всяких таких разбойников и грабителей. Четыре варианта. Или ты обрабатываешь землю, или ты пастух, или ты ремесленник, что-то делаешь, или ты в армии на службе у царя. Все. Теперь, говорит царь Соломон такую вещь. Если ты в этот мото, тот, кто работает над своей землей, он насытится хлебом. Он говорит, смотри, земледелец, у него жизнь простая. Вот у тебя земля, вот ты на ней работаешь, у тебя по-любому что-то вырастет. Вырастет у тебя хороший урожай большой, значит, ты еще можешь его продать. Вырастет маленький, ты сам будешь кушать. То есть, у тебя все понятно. В других местах, в Экклезиасте, например, он говорит следующую вещь, что сон земледельца, он сладок. Много или мало он поел, но у него, в принципе, забот нет. Он сладко спит. Он все равно хорошо поработал на свежем воздухе. Поел то, что вырастил, такое вегетарианское, чистое эко-еда. И дальше он усталый, такой физически поработавший, лег себе спокойно спать. У него забот никаких нет. Он говорит, а человек богатый, бизнесмен, который торгует и так далее, он не может спать. Почему он не может спать? Потому что у него голова прикреплена к тысяче-тысяче разных мыслей и идей. Вот, кстати, у меня здесь схема. Я когда-то вчера объяснял своим ученикам по психологии. Вот смотрите, внешний мир, он дает человеку множество стимулов. А внимание человека способно удерживать 7 плюс-минус 2 единицы информации. И у человека в подсознании хранятся воспоминания обо всех событиях его прошлой жизни. Теперь вот здесь в сознании у человека постоянный шум. У него постоянный шум, потому что у него за день проходит сквозь сознание 70 тысяч мыслей. И вот так вот, одна за другую цепляется, шум, 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 шум. И у человека такой к вечеру шум, а еще он посмотрел какие-то там инстаграмы и так далее. У него вообще просто такое распыленное сознание. Потом он ложится спать, а он что-то забыл, кому-то что-то обещал. Какие-то у него всплывают еще мысли. В общем, люди, полностью у них нервная система перегружена, никакого покоя. Теперь о земледелец. Какие у него проблемы у земледелеца? У него нет проблем. У него посел и сидишь ждешь. Будет дождь, не будет дождь. Ну, птиц там отогнал, бывают птицы прилетели. Все. У него события, четыре события в году. Весна, лето, осень, зима. Вот у него все события. Теперь, значит, тот, кто возделывает землю, здесь говорит нам царь Соломон, он будет сыт хлебом. Умираде фрейтим. Тот, кто гонится за пустым, изба риш. Значит, кто такой человек, который гонится за пустым? За пустым это... Вот человек сидит и думает. Вот я хочу, и он себе придумывает, что он хочет. Придумал он себе какую-то идею, что он хочет. Где эта идея? Это пустое. Это его идея. Он начинает гнаться за этой идеей. Он за ней гонится, гонится. Что он хочет? Он хочет эту идею превратить в реальность. Бывает, превращает в реальность, но сама эта схема, она что? Она приводит к тому, что как только он одну идею из десятка своих идей превратил в реальность, у него в это же самое время еще девять идей, которые еще не превратились в реальность. То есть у человека как устроено? Это хочу, это хочу, это хочу, это хочу. А вот это не хочу, чтобы было, и вот это не хочу, чтобы было. У него где-то десяток таких открытых окон в его мышлении. Десять-девять окон, которые я хочу, чтобы это было, и одно окно не хочу. Или два окна, или три окна. Эти окна, которые не хочу, они его пугают. Болезни, страхи, ковиды, шмовиды, всякая вот эта штука. И восемь окон хочу. Машина, квартира, ездить, путешествовать. Жена, сын, дети и так далее. Теперь, когда человек гонится за вот этими окнами, которые он хочет реализовать, то даже если он одно окно закрыл, у него одна цель достигнута. У него в это же самое время девять окон осталось недостигнутых. Они остались пустыми. Он гонится еще за одним окном. Он закрыл самое главное окно. Там мечта реализовалась. Он его, да, да, мечта реализовалась. Все. Но у него еще девять окон других пустые, все равно не закрытые. У него все равно нет удовлетворения. А человек, у которого нет удовлетворения, он называется бедный. Бедный это тот, которому не хватает. И если у человека девять окон пустых, они не закрыты, и одно даже окно достигнуто, даже самое большое, то все равно он бедный, он остается бедным в любом случае. Поэтому говорит еще раз, давайте 19-й отрывок вернемся, говорит царь Соломон, тот, кто обрабатывает землю, то есть у него вот она одна картинка, вот у него одно поле, одна земля, он насытится хлебом. И в принципе, вот этот вот уровень физической удовлетворенности у человека на сегодня, у большинства людей, даже самых необеспеченных, самых необеспеченных, вот люди, которые реально живут там, пенсионеры даже, да, у них на физическом уровне, на физиологическом уровне, у них они сыты, слава богу. То есть очень жалко тех людей, которые голодные, но в современном обществе мы живем в очень такое время, ну, относительно всей истории человечества, мы живем во время без голода. То есть раньше, еще там 50-70 лет назад, люди реально голодали, страхи были вообще, умирали там, прямо миллионами умирали от голода. В наше время даже самый пенсионер необеспеченный в странах бывшего Советского Союза имеет возможность купить гречку, хлеб, там, ну, он сытый, он от голода не умирает. Теперь, говорит царь Соломон, тогда нам становится понятно, тот, кто обрабатывает землю, он насытится хлебом, но тот, кто гонится за пустым, а что такое пустое? Пустое это иллюзии, это иллюзии, которые человек придумывает, это хочу, это хочу, это хочу, он насытится бедностью, всегда он будет бедный, никогда он не будет. Я помню один мой очень богатый знакомый, очень богатый относительно, ну, среднего уровня людей, он очень богатый, мультимиллионер. И он говорит, вот ты знаешь, у меня такая жизнь сложная, вообще дико сложная у меня жизнь, почему у меня дико сложная жизнь? Потому что я вот всегда, у меня три раза повторяется одна и та же история, вот я дохожу до 10 миллионов долларов, а потом хочу двигаться дальше и теряю. И опять я начинаю заново, опять дохожу до 10, хочу перейти там на 50, на 100 миллионов долларов и опять теряю, и опять, ну, он все время остается миллионер, но никак не может перейти там на 50, 100 миллионов долларов. И он говорит, ну, и вот ты знаешь, говорит, одно из моих самых главных разочарований в жизни было, когда я купил себе яхту. Я мечтал, как у многих людей, у них вот это вот, знаете, как картинки, которые нам дают глянцевые журналы, что богатство ассоциируется обязательно с домом на море и с яхтой. И поэтому люди, о чем они мечтают? Человек, который мечтает разбогатеть, он не мечтает о деньгах, он мечтает о доме возле моря и о яхте. И он говорит, я купил себе яхту, когда разбогател, купил яхту, и вот я в этой яхте, значит, плыву я на этой яхте, приплываю в место, куда все приплывают на яхтах. Ну, то есть это как бы, им уже дают раскладочку, раскраску, да, те, кто богатеют, они уже знают, что покупать. Есть целая индустрия, есть такой умный человек, Арно его зовут, Арно, он в тройке самых богатых людей мира, который владеет вот этими всеми лакшери-брендами. И он в год тратит порядка, наверное, 90 миллиардов долларов на рекламу для того, чтобы продавать ту идею, что должны покупать люди, когда у них появляются лишние деньги. И вот там все продумано, у них есть специальные журналы, ты только разбогател, тебе показывают, ты должен купить это, это, или ты лох. И вот они все идут по вот этой вот схеме. Значит, он говорит, я приплываю на яхте туда, куда должны приплывать на яхте. Есть Монако, по-моему, Монте-Карло, вот такие вот места. Он говорит, я приплываю туда, и, значит, сижу и думаю, ну вот моя мечта сбылась. Вот сбылась моя мечта, сел такой на палубе, в креслице с сигарой, сижу кайфую, говорит, вот смотрю на берег. И тут меня накрывает тень, накрывает меня тень такая, солнце закрывается, накрывает тень, и я поднимаю голову, смотрю, а рядом яхта такая, из яхт-яхт. Знаете, есть такие яхты-яхты по 150 метров, а у него яхта какая-нибудь там 30 метров, может, 40 метров, маленькая лодочка относительно яхты-яхты. И вот эта яхта-яхта, большая такая, шестипалубная, она закрывает от меня солнце. И стоят на борту две девушки легкого поведения такие, и смеются надо мной, просто ухахатываются. Вот смотрят на меня вот так сверху, и смеются. И он говорил, вот этот вот момент, который для меня в моих мыслях раньше был моментом самого высокого, типа, я достиг, вот я смог, да, вот эта его иллюзия, к которой он стремился, в этот же момент ее закрыла такая черная туча разочарования и ощущение позора, которое я испытал, что относительно кого-то я как был бедный, так бедным и остался. И это то, что имел в виду царь Соломон, который говорил в 19 отрывке 28 главы Мишли 3000 лет назад. Тот, кто обрабатывает землю, насытится хлебом, он будет сытый и спокойный. Но тот, кто гонится за пустым, он всегда будет бедным. Тот, кто гонится за иллюзиями, всегда будет бедным. Все, на этом мы заканчиваем сегодняшний урок. Человек должен уметь управлять счастье, оно внутри. И тот, кто умеет управлять своими качествами, своим мышлением, своим внутренним миром. Тот, кто в 18 отрывке написано идет непорочно, он спасен будет, он пройдет этот жизненный путь хорошо. И с Божьей помощью у него будет вечная жизнь. Вот там будет вечное удовольствие, без зависти, без негативных разных вещей. А будет наслаждение, сияние истины и связи со Всевышним. Все, желаю всем божественного света, чтобы вот именно знание о добре, о Боге, оно наполнило вашей жизни и осветило путь. Осветило путь, все. Всем хорошего дня, пока.